Привет, вы на канале Денис у микрофона. Я хочу поздравить вас, друзья, с этим замечательным праздником, с Днем Преображения Господнего. И, конечно же, это больше, чем история о яблоках, о меде, хотя яблоки и мед прекрасны. Это история о преображении каждого из нас. Ведь мы, словно апостолы, стоим как-то у подножия горы Фавор. И, с одной стороны, закон, пророки, и мы видим Христа. Христа, который осияет каждого из нас своим светом. Я понимаю, что сейчас пытаются церковь задушить, пытаются церковь задавить, пытаются всячески ее запретить, запугать, заставить людей прийти, отказаться, поверить иначе или вообще разувериться. И чаще, мне кажется, срабатывает именно последнее. Свидетельство тому тот же пустой трапезный храм вчера вечером, где стояло всего несколько человек, молясь с бывшим монахом Авраамием, который перешел в религиозную структуру ПЦУ. Напоминает евангельскую историю про бесноватого в стране Гадаринской, из которого бесы были изнаны в свиней, которые тут же бросились в пропасть. Хоть кого-то, хоть кого-то лукавый хотел унести с этой земли, хоть чью-то жизнь забрать. Но я понимаю, что вот те люди, за которыми я наблюдаю, которых я вижу в новостях, которые пишут, звонят, рассказывают о своей борьбе, о своем труде, они самые настоящие подвижники. Всегда казалось, что это что-то такое далекое, что-то такое особенное. А оказалось, это те люди, которые сегодня вышли на крестный ход. Это те люди, которые, несмотря ни на что, отстаивают святыни. Это те люди, которые под страхом увольнения не стесняются говорить, что они верны Украинской Православной Церкви. Это те люди, которые, быть может, не говорят об этом, но всячески помогают церкви по мере сил. Это те люди, которые под угрозой абсолютнейшего изменения своей жизни, с материальной точки зрения в худшую сторону, не отрекаются от своей веры. Это те люди, которые готовы положить карьеру, но не предать. Это те люди, которые сейчас все это переживают. Которые негорделиво там что-то комментируют, знаете, в каком-то своем таком шовинизме. А пытаются понять православных в Украине, которые проходят через эти очень-очень непростые испытания. Легко рассуждать, но так тяжело принимать верное решение, когда это становится вопросом жизни и смерти. Когда это становится вопросом продолжения некогда успешной карьеры. Либо того, что тебе придется заниматься тем, что ты, возможно, никогда не любил и не хотел. Но самое главное, что люди учатся жить в мире с собой и жить в мире с Богом. И вот этот свет фаворский, настоящий, он их ведет, он их меняет, он их преображает изнутри. Знаете, я с удивлением смотрю на тех гонителей, которые нет-нет, да и заходят поговорить с монахами. Которые там участвуют в каких-то нехитрых трапезах. Которые не отказываются от предложенной чашки воды и печенья. Знаете, я сегодня видел видео крестного хода и меня поразила простая женщина, которая стояла вдоль дороги с ведром яблок и ведром воды. Которые там участвуют в мире. Вот, казалось бы, что может быть проще? Яблоки из ее сада и ведро воды из ее колодца. Но даже это служение Богу. И даже это проявление того фаворского света. Она отдала крестоходцам то, чем богато. То, что у нее есть. Люди подходили с благодарностью, можно увидеть на видео, брали яблоки. Пили холодную воду, быть может умывались этой водой. Потому что идти летом очень-очень непросто. Особенно, когда ты понимаешь, что тебя везде ждут проблемы. На выходе из собора тебе там пытаются вручить повестки. Я повторюсь, что словно служба вооруженных сил и стала какой-то карательной мерой. Тебя пытаются оскорбить, обидеть. Тебя пытаются унизить и показать, что ты какой-то унтерменьш. Гражданин второго или третьего сорта. И, к сожалению, это происходит. И, к сожалению, это идет уже на уровне достаточно высоких государственных чинов. И мы слышим все эти упреки. Мы слышим все эти издевки. Все эти какие-то безумные обвинения. Но в то же время люди понимают, где она, вода живая. Где тот источник. Где то, что спасает их душу. Это не фанатизм. Это просто ясное видение того фаворского света. Когда люди понимают, куда они идут, кому они идут, зачем они идут. Что это приносит в их жизни. Вы знаете, если вы в другой какой-то стране находитесь и комментируете то, что происходит в Украине, я вас искренне прошу, прежде всего, понять православных христиан в Украине. Я вас искренне прошу, прежде всего, попытаться хоть на десятую долю перенестись сюда мысленно и стать на место кого-то из этих людей. И, поверьте, вы посмотрите на все это совершенно другими глазами. Знаете, легко читать там о гонениях, о новомучениках и думать, да я бы, да... А вот когда человек сталкивается, реакция бывает иногда совершенно-совершенно иной. Вспомните апостола Петра, который до этого три года ходил со Христом. Апостола, который сидел у костра и отрекся. И отрекся и сказал, я не знаю его, потому что он испугался. Потом уже, когда пропоет петух, он будет горько плакать, раскаиваясь в своем отречении от Учителя. И станет тем апостолом, который скажет первую проповедь в истории церкви. И он же здесь же, у горы Фавор, хочет построить рекущие на память о Моисее, об Илее, о Христе. Но тут важно, что и Моисей, и Илья, как законы пророки, указывали на Христа. Где важны не закорючки, важны не только заповеди, но важна вся ваша жизнь. Важны не просто какие-то пророчества, не по ним надо все выстраивать. Но сообразно с той любовью и светом Христова. Нет-нет, и закон важен, и пророки важны. Но мы должны понимать, что вот то время, когда было зуб за зуб, око за око, оно прошло, оно осталось там в Ветхом Завете. А теперь заповедь гораздо сложнее. Любите врагов, благословляйте проклинающих. Это не значит, что стоит молчать о преступлениях, об этом нужно говорить, чтобы не позволить негодяям в темноте творить свои злодеяния. Это должно выноситься в свет, это должно осуждаться. Но мы боремся не с людьми, а с тем, что стоит за ними. Мы боремся с той страшной темной силой, которая активно использует богоборчество, которая активно использует даже какие-то конфессии для того, чтобы пытаться уничтожить Христову Церковь. В жизни Христа мы видим не только гору Преображения, не только гору Фаворну, Голгофу, а позже открытую могилу. Мы видим с вами его жизнь, которая как пример для нас, и его жертву во искупление наших с вами грехов. Я еще раз поздравляю вас с этим замечательным праздником и прошу немного задуматься, просто поразмышлять, что этот свет Христов, свет Фаворский, значит для вас лично. Как он меняет вас, как он делает вас лучше, как он приближает вас к Богу. Я считаю, что важно продолжать говорить, важно продолжать отстаивать свою веру. Я благодарен всем, кто поддерживает канал, молитвенно, кто пишет мне сообщения, кто присылает какие-то материалы. Я благодарен всем, кто отстаивает позицию церкви. Я хочу извиниться перед верующими Бучи. В своем видео я говорил о том, что на фотографии люди, которые голосовали за передачу храма, посмотрите на них, а там специально сфотографировали людей, которые голосовали против. Тех подвижников, их было совсем немного, и казалось бы, перед этой огромной толпой, ликующей, которая тут переводит их храм, они не побоялись высказать свое мнение. И это тоже свет Фаворский. Это тоже изменение этого мира, который рядом с нами. Не бойтесь говорить о своей вере. Я понимаю, что многим из нас это стоит карьеры, стоит какого-то положения, еще чего-то. Но поверьте, душа наша, она гораздо важнее. И знайте, что один человек может многое изменить. Любой из нас может изменить многое вокруг себя. Важно заглянуть внутрь и понять, вот насколько этот свет преображает меня. Я благодарен всем, кто поддерживает канал, кто делает все, чтобы этот голос был еще громче, и видео распространялись как можно шире. За ваши перепосты, за вашу финансовую поддержку, за ваши добрые слова, за молитвы. Если вы хотите, чтобы канал РОС развивался, поддержите его, пожалуйста, по ссылкам в описании. А я еще раз поздравляю вас с праздником. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова